Команды из Поднебесной приехали во Владивосток и уже вовсю обкатывают лед фетисов арены. Уже вечером их ждут встречи с командами российских вузов, Дальневосточного федерального университета и Хабаровской Дальневосточной государственной академии физической культуры и спорта. Все матчи пройдут в рамках первого международного турнира по хоккею среди студентов. Такой турнир стал возможным благодаря инициативе Приморского правительства и Федерации хоккея России. И даже ее президент приехал посмотреть на то, как страны-соседи сделают первый важный шаг в развитии студенческого спорта. Федерация хоккея очень много уделяет внимания студенческому спорту. Не все попадают в кинетальную хоккейную лигу, высшую лигу, а ребята с пяти лет занимаются хоккеями. Конечно, очень важно, чтобы они продолжали свою учебу и занимались своим любимым видом спорта. В первую очередь такие турниры – обмен опытом для игроков разных стран. В Китае хоккей не так популярен, как футбол и баскетбол, но развивается стремительно. Россия активно сотрудничает с командами из Поднебесной, отправляет туда своих тренеров и делает все то, чтобы уровень хоккея в Китае вырос. А подобные соревнования – прямой к этому шаг. Это ценят и приехавшие во Владивосток игроки. Я во Владивостоке впервые. Для нас такие турниры очень важны. Это хороший способ чему-то научиться. Мы усердно готовились к этим соревнованиям. Всего в турнире примет участие четыре команды. Две из Китая, по одной из Хабаровской и Владивостока. Для наших ребят хоккей – просто увлечение и хобби. Они им занимаются в свободное от учебы время. А вот спортсмены из Китая – профессионалы. Они учатся в филиале Пекинского спортивного университета и планируют связать свою жизнь с физической культурой. Поэтому поединки на льду обещают быть напряженными. Продолжение следует...